Кандидат Прав Перепелкин сидел у себя в номере и писал, «Дорогой дядя Иван Николаевич, черт бы тебя взял с твоими рекомендательными письмами и практическими советами. В тысячу раз лучше, благороднее и человечнее сидеть без дела и питаться надеждами на туманное будущее, чем, ежели нужно купаться в холодной и вонючей грязи, в которую ты толкаешь меня своими письмами и советами. Тошнит меня нестерпимо, точно я отравился рыбой. Тошнота самая гнусная, мозговая, от которой не отделаешься ни водкой, ни сном, ни душеспасительными размышлениями. Знаешь, дядя, хоть ты и старик, но большая скотина. Отчего ты не предупредил меня, что мне придется переживать такие мерзости? Стыдно. Описываю тебе по порядку все мои мытарства. Читай и казнись. Прежде всего я отправился с твоим рекомендательным письмом к Бабкову. Застал я его в правлении железнодорожного общества. Этот маленький и совершенно лысый старикашка с желто-серым лицом и бритым кривым ртом, у которого верхняя губа глядит направо, а нижняя налево, сидел за отдельным столом и читал газету. Вокруг него, как вокруг парнастского Аполлона, на высоких коммерческих табуретках за толстыми книгами сидят дамы. Одеты эти дамы шикарно. Турнюры, веера, массивные браслеты. Как они умеют мирить внешний шик с нищенским женским жалованием, понять трудно. Или они служат здесь от нечего делать, с жиру по протекции папаша и дядюшек, или же тут бухгалтерия есть только дополнение, а подлежащее исказуемое подразумевается. Потом я узнал, что они ни черта не делают. Работа их валится на плечи разных сверхштатных служащих, безгласных мужчин, получающих по 10 рублей в месяц. Я подал бабкову твое письмо. Он, не приглашая меня сесть, медленно надел допотопное пенсне и еще медленнее распечатал конверт, став читать. — Ваш дядюшка просит для вас места, — сказал он, почесывая лысину. — Вакансий у нас нет, едва ли скоро они будут, но во всяком случае постараюсь для вашего дядюшки. Доложу директору нашего общества. Может быть, найдем что-нибудь. Я чуть не подпрыгнул от радости и готов уже был рассыпаться в песок благодарности, как вдруг, братец ты мой, слышу такую фразу. Но, молодой человек, будь это место лично для вашего дядюшки, я бы с него ничего не взял. А так как оно для вас, то того. Уверен, что вы поблагодарите меня как следует. Понимаете? Ты предупреждал меня, что даром мне не дадут места, что я должен буду заплатить, но ты ни слова не сказал мне о том, что эти пакостные продажи и купля производятся так громко, публично и беззастенчиво. При дамах. Ах, дядя, дядя. Последние слова Бабкова до того меня огорошили, что я чуть не умер от тошноты. Мне стало совестно, точно я сам брал взятку. Я покраснел, залепетал какую-то чепуху и под конвоем двадцати женских смеющихся глаз попятился к выходу. Впередний догнала меня какая-то мрачная испитая личность, которая шепнула мне, что и без Бабкова можно найти себе место. Дайте мне пять целковых, и я вас сведу к Сахар Медовичу. Они, хотя и не служат, но находят места. И берут они за это немного, половину жалования за первый год. Мне бы нужно было плюнуть, надсмеяться, а я поблагодарил, сконфузился и как ошпаренный пустился вниз по лестнице. От Бабкова я пошел к Шмаковичу. Это мягкий пухлый толстячок с красной благодушной физиономией и с маленькими масляными глазками. Его глазки масляны до приторности, так что тебе кажется, что они вымазаны кастеровым маслом. Узнав, что я твой племянник, он ужасно обрадовался и даже заржал от удовольствия. Бросил свое дело и принялся поить меня чаем. Душа человек. Все время глядел мне в лицо и искал сходство с тобой. Тебя вспоминал со слезами. Когда я напомнил ему о цели своего визита, он похлопал меня по плечу и сказал, надоест еще о деле говорить. Дело не медведь, в лес не уйдет. Вы где обедаете? Ежели для вас безразлично, где не обедать, так поедемте к Палкину, там и потолкуем. При всем письме прилагаю Палкинский счет. 76 рублей, которые ты там увидишь, съел и выпил твой друг Шмакович, оказавшийся большим гастрономом. Заплатил по счету, конечно, я. От Палкина Шмакович потащил меня в театр. Билеты купил я. Что еще? После театра твой подлец предложил мне проехаться за город, но я отказался, так как у меня деньги почти на исходе. Прощаясь со мной, Шмакович велел тебе кланяться и передать, что место он может мне выхлопотать не раньше, как через пять месяцев. Нарочно не дам вам места, пошутил он, милостливо хлопая по моему животу. И зачем вам, университетскому, так хочется служить в нашем обществе? Поступали бы и Богу на казенную службу. Я и без вас знаю про казенное место, но дайте мне его. С третьим твоим письмом я отправился к твоему куму Халатову в правление живодера Хамской железной дороги. Тут произошло нечто мерзопакостное, перещеголявшее и Бабкова, и Шмаковича обоих разом. Повторяю, ну тебя к черту, тошно мне да безобразие, и виноват в этом ты. Твоего Халатова я не застал, принял меня какой-то одеколонов, тощая и сухожильная фигура с рябой иезуитской физией. Узнав, что я ищу место, он усадил меня и прочел мне целую лекцию о трудностях, с какими получаются теперь места. После лекции он пообещал мне доложить, похлопать, замолвить и прочее. Помня твою заповедь, совать деньги где только возможно, и видя, что рябая физия не прочь от взятки, я, прощаясь, сунул в кулак. Берущая рука пожала мне палец, физия осклабилась, и опять посыпались обещания. Но... Одеколонов оглянулся и увидел сзади себя посторонних, которые не могли не заметить рукопожатия. Иезуит смутился и забормотал. Место я вам обещаю, но благодарности не беру. Ни-ни-ни, возьмите обратно. Ни-ни, вы меня обижаете. И он разжал кулак и отдал мне назад деньги, но не четвертную, которую я ему сунул, а трехрублевку. Каков фокус? У этих чертей в рукавах должна быть целая система пружин и ниток, иначе я не понимаю превращение моей бедно-четвертной в жалкую трехрублевку. Относительно чистеньким и порядочным показался мне объект четвертого рекомендательного письма. Грызодубов. Это еще молодой человек, красивый, с благородной осанкой, щегольски одетый. Принял меня он, хотя и лениво, с видимой неохотой, но любезно. Из разговоров с ним я узнал, что он кончил в университете и тоже в свое время бился из-за куска хлеба, как рыба об лед. Отнесся он к моей просьбе очень сочувственно, тем более, что образованные служащие – его любимая мечта. Был я у него уже три раза, и за все три раза он не сказал мне ничего определенного. Он как-то мямлит, мнется, избегает прямых ответов, точно стесняется или не решается. Я дал тебе слово не сентиментальничать. Ты меня уверял, что у всех шулеров обыкновенно благородные осанки и самый рыцарский алпломб. Может быть, это и правда, но сумей-ка ты отделить шулеров от порядочных. Так влопаешься, что небу жарко станет. Сегодня у Грызодубова я был в четвертый раз. Он по-прежнему мямлил и не говорил ничего определенного. Меня взорвало. Черт меня дернул. Вспомнить, что я дал тебе честное слово наделять всех без исключения деньгами. И меня словно кто-то под локоть толкнул. Как решаются окунуться в холодную воду или влезть на высоту, так и я решился рискнуть и сунуть. Будь что будет, решил я, раз в жизни можно испробовать. Я решил рискнуть не столько ради места, сколько ради новизны и ощущения. Хоть раз в жизни, мол, увидеть, как действует на порядочных людей, благодарность. Но ощущение мое пошло к черту. Исполнил я неумело, а ляповато. Вытащил из кармана депозитку и, краснея и дрожа всем телом, улучил минутку, когда Грызодубов на меня не глядел, и положил ее на стол. К счастью, Грызодубов положил в это время на стол какие-то книги и прикрыл ими депозитку. И так не удалось. Грызодубов депозитки не увидел. Она затеряется между бумагами или ее украдут сторожа? Если же он ее увидит, то, наверное, оскорбится. Так-то. И деньги пропали, и до боли совестно. А все ты со своими проклятыми практическими советами. Ты развратил меня. Прерываю письмо, ибо кто-то звонит. Иду отворить дверь. Сейчас получил от Грызодубова письмо. Пишет, что есть в контроле товарных сборов вакансия на 60 рублей в месяц. Депозитку мою он, стало быть, увидел. Продолжение следует...